Всем привет и так что новенького на Доме-2 и за периметром. Вчера вечером Черно отметила день рождения. Звезде Дома-2 исполнилось 28. Саша долго не могла снять загородный дом. Первая договоренность оказалась ненадежной. Черно нарвалась на мошенников, но ближе к вечеру ей все-таки повезло. Искала, в общем, она коттедж с бассейном, но смогла найти только вот такую избушку на курьих ножках. Хоть такую хибару сняла, и то хорошо. Сама Черно умудрилась опоздать на свой день рождения. Там хозяйничали родители Иосифа. Первыми Сашу поздравили родные. Иосиф Мартынович преподнес любимой невестке букет цветов, а Иосиф подарил воздушные шарики. Репсима Аганесовна сделала праздничный стол, домашняя долма, шашлык, овощи на мангале. Были также арбузы, соки и не соки в неограниченном количестве. Смотрите, сколько еды мечтала о таком. Удивлялась, например, Милена Безбородова. Саша оделась на праздник просто, но со вкусом. Она была очень довольна своим внешним видом, который, правда, не оценили Сашины подписчики и хейтеры. Как можно такой живот выставлять на обозрение, пишут ей. Есть же прекрасная одежда для полных людей. Аганесиан быстро пришел в веселое расположение духа, хулиганил, записывал тиктоки. Накануне он сделал жене необычный подарок – татуировку с ее портретом. Черно не оценила, говорит, что на изображении не она. А вы как думаете, удачная татуировка? Пишите в комментариях. Капаклы назвал день рождения подруги Босяцким, а саму именинницу сравнил с вором в законе. Она очень, похоже, сидела за столом и принимала подарки от друзей, которых завела на Доме-2. Поздравить Сашу пришли Пингвинова, Чайков, Африкантова, Капаклы, Безбородова, Захарьяш, Триандафелиди, Пинчук, Чебанян, Купины, Стрелков, Кобелева и другие. Пингвиновы и Чайков, похоже, идут на сближение. Моя Купина рассказала в сториз, что ребята пропали вдвоем надолго, никто их не мог найти. Ира и Дима говорят, что просто искали мороженое. Но при этом футболка Димы испачкана губной помадой, а Пингвинова вернулась очень счастливая, как кошка, наевшаяся сметанки. А вы рады за ребят? Пишите в комментариях. Вчера, к слову, Ира и Дима тоже были на совместной прогулке, остались ею очень довольны. Маленькая Милана привыкла к отцу, тянется к нему, больше не отворачивается. Майя Донцова на дне рождения Черно призналась на камеру, что беременна. Только непонятно, была ли она искренна. Или же сказала это, лишь бы от нее отстали, с навязчивыми, нетактичными вопросами. Оля и Дима Дмитренко получили ключи от своей квартиры. Мы долго к этому шли, наконец пришли, пишет Ольга. Мы купили квартиру евро-трешку в Москве с большой кухней, как я и мечтала. У дочек будет своя комната. Осталось обустроить наше гнездышко и жить в свое удовольствие. Ну, слава яйцам, пишут в комментах, ждем эфиров из новой квартиры. Ну, там на кровати попрыгать, стены изрисовать, на столе накакать. И еще вопрос, зачем ей большая кухня? Она ведь на ней не появляется. Постоянно сшиваются в кафе-ресторанах. Знаем, как ты много трудилась, заработала на дом своим позором. И только вот один позитивный комментарий. Я рада за них, молодцы. Ксения Бородина официально подала на развод с Курбаном Амаровым. Их семейная идиллия продлилась целых шесть лет. Бородина подтвердила информацию в телефонном разговоре с представителями издания портала Супер. Что касается имущества, у них имеется брачный контракт. Вот Терехин вызывается помочь Ксении с бракоразводным процессом. В жизни все случается, пишут, все проходит. Она мудрая женщина и должна справиться. Без верхово иках, но приняли участие в передаче «Богиня шопинга». На телеканале «Суббота» они соревновались, у кого лучше вкус. По поводу Маши в комментариях пишут, что над ней можно оборжаться. Манька, как из глухой деревни, поведение, говорок, манеры. Какие-то известные только своим конкурсы. Вторая – Серега Зверев. А я Маньку люблю, вот пишут. А сейчас у Мани горе. Ваня съела траву для мышей. Врачи помогли, Псине вроде обошлось. Также Маша потеряла свой телефон. Выходит в Инстаграм с маминого. Ира Пинчук жалуется на то, что набрала большой вес во время беременности. Она прибавила 30 кг. Она не соблюдает диету, любит сладости. Каждый день поедает горы шоколадок и десертов. Она весит теперь столько же, сколько ее муж. А Рай подшучивает над супругой и называет ее китом и тюленем. Радость материнства омрачена одним неприятным событием. У Иринова мужа заблокировали аккаунт в Инстаграм. Можно сказать, что он потерял работу и стабильный доход. Аня Мадан и Максим Моргенштерн умудрились рассориться, находясь в разлуке. Максим уехал на свадьбу брата. И вот вчера удалил большинство из совместных фото со своей страницы. И Аня тоже пишет, что у них в отношениях все плохо. Глеб Жемчугов опять ходит ходуном за Лилией Емельяновой, пользуясь тем, что на проекте отсутствуют и Настя, и Наташа Райнашвили. Ну а Емельянова ждет на проекте Евгения Пынзаря, брата Сережи. Она получает от парня длинные сообщения, отвечает ему и флиртует с ним. Пынзарь удивляется такому раскладу, ведь Евгений раньше говорил, что девушки ему не нужны. От них одна головная боль и на них уходит много денег. Ну а на проекте Лилие понравился Виталий Соколов. Они встречаются, проводят время вместе, но о заселении и совместной жизни речи пока не идет. Ругаются и Ромашов с Бахенбалты. Вот последняя из эфиров. Кристине не понравилось, что Женя пропадает и не ставит ее в известность. Она считает, что парень ведет себя неискренне. Брянская с поехавшей челюстью после ласкадеева уже передумала и решила дать ему еще один шанс. После всех ссор и негатива, пишет, я решила, что нужно работать над отношениями, пока есть чувства. А вот такой прикольный поросеночек у Рустама Солнцева. Он развлекает его как может. Даже качает на качелях. На этом все. Подписывайтесь. Будем сплетничать.